друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и как и всегда продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и самым интересным новостном фоне который влияет на динамику торговых идей и финансовых активов друзья не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять вопросы если вас что-то интересует и вам интересно моя а точка зрения в секции с комментариями пишите я всегда за коммуникацию с вами за фидбэк и готов обсудить любую тему касающихся финансовых рынков и конечно же не забывайте ставить лайки ну что ж второй день этой недели сразу отмечу повторю даже то что отчетов ну действительно очень мало мы фактически следим лишь за тем новостным фоном который раньше был определяющим это распространение коронавируса это политические переговоры по брекзиту и возможности власти и отдельных центральных банков по дополнительным мерам стимулирования которые судя по всему для многих регионов и жизненно необходимы с плохих новостей друзья пандемия в штатах распространяется но просто бешеными темпами каждый день антирекорды по количеству заболевших дневному прирост вот минувшие выходные новый рекорд был поставлен по планке в 60 тысяч новых заболевших во многих штатах как вы знаете уже вновь вводится карантин и ограничение ношение мазок обязательно меры социального дистанцирования и многие считают что такая практика попытки сдержать дальнейшее распространение пандемии как она в ограничении блокировки станет характерно для большей части штатов общее количество заболевших уже приближается к 3 миллионам а человек количество летальных исходов я даже не хочу произносить эту цифру и вот на фоне распространения пандемии еще новый очаг забытый старой инфекции бубонной чумы в китае взяли это также новость которая сейчас все чаще фигурирует новостных а сводках ну какой-то прям чудовищный год складывается и уж не знаю когда удастся утихомирить все это стихийное состояние сейчас ухудшение эпидемиологической обстановки и эту панику которая в связи с этим развивается но мы работаем с тем что есть друзья ни в коем случае не игнорируйте эти риски даже сейчас когда заманчиво повестись опять же на общий локальный тотальный позитив которые присутствуют действительно американские фондовые рынки обновляют рекордные максимумы и меньше всего сейчас хочется конечно же негативить а просто позволить двигаться вместе с позволить себе двигаться вместе с трендом в расчете на новые и новые максимумы я друзья такой подход не разделяю потому что то что мы сейчас видим это даже вот по фондовым рынкам то что противоречит реальность таких движений не может быть учетом того фона который сейчас сложился поэтому рынок по-прежнему сохраняет очень высокую вероятность коррекции давайте по порядку бренд 42 84 вчера локальный максимум был 43 64 после чего котировки откатили локальный рост дневной был обусловлен тем что саудовская аравия продолжает на повышать отпускные цены и поскольку саудовская аравия это делает значит считать что дальнейшее улучшение конъюнтуры будет способствовать росту цены нет смысла отгружать цены по точнее нефти по более низким ценам вот и реакция трейдеров что если саудовская аравия верит в восстановление котировок значит в принципе рынку тоже нужно двигаться в соответствии с такими ожиданиями я не думаю что у котировок нефти с учетом того роста который мы уже видели такие уж сохраняются большие возможности на новое обновление максимумов локальных и продолжение восходящего движения если бы не было ситуации вот вокруг коронавируса и пандемии сейчас то пожалуй я бы признал что у нефти есть очень хороший задел рассчитывать на последующего восстановления экономической активности но мы все-таки друзья говорим об существенном ухудшение ситуации с пандемией к вида 19 и все с этим должны подразумевать риск который в любой момент может стать главной угрозой для рисковых инструментов и для нефтянки в том числе и спровоцировать распродажи я для себя поставил следующие ориентиры того как я буду действовать по рынку нефть вот вчера у нас образовался локальный максимум вы знаете что я нефть продаю буквально с начала прошлой недели 43 64 если котировки вернуться к данному уровню я выйду из коротких позиций буду впоследствии дальше искать возможности для продаж но ни в коем случае не для покупок доллар индекс 96 73 отбились мы от локальных минимумов которые были зафиксированы в рамках вчерашнего дня и хорошо помогла статистика см секторе услуг 57 1 очевидное восстановление сектора еще один позитивный момент для покупателей доллара потому что как уже отмечалось ранее чем лучше выходит статистика тем меньше шансов на то что власти и власти сша и федрезерв в принципе анонсируют новые меры экономического стимулирования вот кстати говоря вчерашнее снижение доллара я прям течение всего дня следил за новостями хотел понять чем это было обусловлено белый дом сообщил о подготовке к новому пакету экономических стимулов но прежде чем это решение будет принято они хотят понаблюдать как в принципе американская экономика пройдет июль то есть с одной стороны надежда на новые стимулы вдохновила покупателя американского фондового рынка и спровоцировал распродажи доллара но с другой стороны есть высокая вероятность того что этот пакет так и не будет согласован я пока что друзья как и раньше предлагаю вам работать с тем что есть на данный момент это хорошая статистика опять же хорошая статистика позитив для валюты которая стоит за регионом где публикуется статистика если вам не нравится по такой идее работать с долларом тогда используйте доллар как защитный актив разве ситуация с коронавирусом штатах и рекордные приросты числа заболевших это не причина для повышенного спроса на защиту я думаю что причины золото нам это явно доказывать 1784 доллара за тройскую унцию идем на 1800 друзья я думаю что в очень короткий промежуток времени мы до этих значений доберемся доллар канадец 1 3550 помимо ожиданий слабых данных ожиданий комментариев от банка канады о том что политика будет оставаться стимулирующей помимо ожиданий коррекции на рынке черного золота и роста американской валюты есть еще и геополитический фон отношений очень непростых между китаем и канады китай накануне предупредил канаду что не стоит вмешиваться в внутренние дела по вопросу гонконга это еще больше усилила напряженность между странами она и без того оставалась на очень высоком уровне из-за как вы помните ареста руководителя директора китайской хуауэй и впоследствии я думаю и почти уверен то что этот геополитический конфликт очень сильно отразится на торговых отношениях между канадской экономикой и китаем 1 3050 1 3550 это хорошая возможность для того чтобы купить тем более что national bank of canada дает нам четкий прогноз того что мы увидим цели 1 38 перспективе ближайших трех месяцев австралийс против доллара 0 6963 несколько минут назад вышло решение было опубликовано решение по процентной ставки оставили на прежнем уровне 0 25 сотых процента но очень много комментариев о необходимости сохранения стимулирующей политики поэтому друзья если мы протестируем уровень 0 70 это будет отличная возможность снова зашортить евро против доллара 1 1308 опять же текущее значение на мой взгляд являются оптимальными планками для захода в среднесрочные продажи по фунту 1 2499 допускают что опять же пробой сейчас и прохода пара выше уровня 1 25 также нужно будет рассматривать с точки зрения открытия осела накануне руководитель банка англии были отправил письмо коммерческим банкам с фактически поручением подготовиться к отрицательным процентным ставкам я уверен то что их миновать не удастся это впоследствии станет чуть ли не основной движущей силой помимо брекзита для распродаж британской валюты друзья на это собственно все хорошего торговой сессии и до завтра всем пока